Сегодня состоялось судебное заседание по моему иску о защите чести, деловой репутации и достоинства главе города Серпухова Павлу Николаевичу Залесову. Глава города Серпухова Залесов разместил 28 февраля на официальном сайте городской администрации обращение к жителям города с просьбой помочь ему в борьбе с дежурным Николаем Измаиловичем, который организовал преступную группу из депутатов и вымогает у главы города недвижимость в особо крупном размере. При этом глава трижды упомянул в своем обращении о том, что он считает, что дежур занимается коммерческой деятельностью, что несовместимо с должностью муниципальной службы, именно в утвердительной форме. В течение всего дня мне поступали звонки, именно смысл которых был шок. Шок выражался в следующем, что глава города на официальном ресурсе разместил информацию сомнительного свойства. Соответственно, я настаиваю на вызове в судебное заседание главы города Серпуха Павла Залесова, поскольку у меня появляются определенные сомнения в том, кто руководит городом Серпуха. Права разместить и убрать принадлежат автору этого доменного имени, то есть администрации города Серпуха. И если сегодня по гиперссылке, которая есть, и есть электронный адрес этой страницы, код доступа закрыт, то закрыт он не дежуром, не Пушкиным и Лермонтовым, а закрыт он тем лицом, кто на это имеет доступ к этому ресурсу. Размещена она была 28 февраля. 2 марта проходил учредительный съезд политической партии Колокова, которая избрала меня председателем. Главу города Серпухова я знаю более 20 лет. И для меня последние 10 лет я очень плотно с ним общался до момента избирательной кампании в 2010 году, 10 октября, который стоял на выбране должности главы города Серпухова. Ориентировочно весной уже наши с ним более тесные отношения прекратились. Почему? Потому что я поддерживал другого кандидата, я поддерживал кандидата на выбранную должность главы города Серпухова, Шестуна Александра Вячеславовича. Поэтому он осознанно клеветал, чтобы подорвать мой общественный статус в глазах моих избирателей, в глазах граждан Российской Федерации, которые по своим убеждениям пришли в политическую партию Колокова. Я обратился на имя Серпуховского городского прокурора с требованием освидетельствовать Павла Николаевича Залесова на наличие болезни. Если в статье я не говорю, какой болезни, то в звании суда я могу заявить, что он болен хроническим алкоголизмом. Но в силу правовых дыр в законодательстве сегодня выбраться на выбранную должность может наркоман, алкоголик, человек, не умеющий читать и писать. Но как он может руководить городом, если он путает понятия об инвестициях, о строительстве и о коммерческой деятельности? Он говорит, я считаю, что выделение земельного участка товарищу дежуру является коммерческой деятельностью. Глава города с гордостью заявляет, что он не дал нажиться, а по сути он превысил закон, не дав реализовать незаконное право о приобретении прав аренды на земельный участок для цели строительства. Значит, у него получаются все граждане вымогатели. Я живу в селе Липецы, ко мне приходят, я веду прием населения регулярно в течение 10 лет в Доме культуры. Я веду прием населения. Ко мне приходят граждане, возмущенные, возмущенные вот этими вот вещами. Потому что в деревне меня люди знают, я живу там с 86-го года. И порядка тысячи человек я реально помог в той или иной степени, которые обратились ко мне на прием. В течение примерно месяца висел этот видеоматериал на сайте, которого это не скрывало, еще раз говорю, это было его предметом гордости. Это его фирменный стиль. Такое поведение руководителя 135-тысячного городского оборудования, с моей точки зрения, недопустимо. Я понимаю, что вы просите признать явку обязательную. Обязательную. Да, правильно. Правильно, да. Не освидетельствовать, как... А признать явку обязательную. На данное судебное заседание, да. На наш спор. Мы возражаем против удовлетворения данного ходатайства, поскольку ответчик, видимо, мог давать только информацию. Интервью у него брал, видимо, другой человек, не он сам. Кроме того, если я полагаю, что ответчик не сам размещает информацию на официальном сайте администрации, а кто размещает и кто является ответчиком, подлежит установлению как раз судей. Глава города рассказывал, для каких целей я испрашиваю земельный участок, что я собираюсь на нем делать, и какие преференции и выгоды получит от этого казна города Серпухов. При этом я заявил, Паша, ты прекрасно знаешь, я взяток не даю. И все, что может быть полезным, это для бюджета города, это примерно 1 миллион рублей в год доходов. Что немаловажно для города. Плюс восстановление исторической части и красной линии застройки. Мы полагаем то, что стец не доказал факт существования записи. Класс 8 февраля текущего года я пришла на свое рабочее место. И поскольку я всегда мониторирую интернет-бесурсы, все в том числе и сайт администрации, я заглянула и увидела обращение, названное депутатской ОПГ, «Вымогает городскую недвижимость», это был текст, это были видеообращения. То есть там был не только ролик, сделанный в каком-то темном помещении, но и там было видео самого Павла Николаевича Зависова. Это был сигнал, потому что если мы знакомы, я знаю, что действительно это он. Ну и того, мне станут поступать звонки от моих знакомых и радиослушателей. В просьбе обратить внимание и начать дубликаться. Однозначно было сказано, что депутаты Горшарь, Ширшиков и Тишур относятся к организованной преступной группировке и используют депутатский статус для неблаголепных дел. Сегодня заблокируем вас. У вас нет доступа, просмотрятся страницы. Прочитав вот это дело, я не хочу даже... Прочитав какое дело? Ну, о том, что состоялся суд 6 мая здесь, и что администрации или представители, администрации, ну, ответчики представители заявляют о том, что не было видеообращения, значит, на официальном сайте Зависова. И меня это крайне просто. Вот я человек старой формации, меня воспитывали, что врать это плохо. Я думаю, здесь каждого присутствующего так же воспитывали. Это была явная ложь. Я это видеообращение видела несколько раз. Как Павел Николаевич пришел к власти, вот эти постановления почему-то повисят дней пять и исчезают. И то есть их потом уже нигде не найдешь, если их не распечатать сразу. Видеообращение главы города к жителям, Павла Зависова. Я, конечно, это любого человека заинтригурую. И меня, естественно. Хотя я знаю, что в городе есть ОПГ, это как она у нас называется, общественная палата города. Вот я сначала думаю, что это за ОПГ. Про дежур было сказано, что он, что ли, не глава вот этой цели операции. Глава ОПГ, еще. Было что там, еще что-нибудь? Ну и конкретно было сказано тоже о участках земли, которые вот где-то на улице Калужской. Вот это было сказано. Но в основном я вот из этого ролика вынесла, что возглавляет все дежур Николая Змайловича. Вот это все яко-то травли нашего мэра. Ходатайство о истребованном копии страницы по гипертекстовой ссылке, размещенной на официальном сайте администрации города Севпо, с текстовой и аудио, визуальной информацией под общим заголовком, вынесенным в текст самой гипертекстовой ссылки, депутатская ОПГ вымогает городскую недвижимость в особо крупном размере и истребованное сведение о том, когда и в связи с чем доступ к указанной странице был заблокирован, удовлетворить. Признание явки ответа за это обязательное, суд считает, необходимо отказать, поскольку его интересы представляют представители, действующие на основании ордера и доверенности. Так, и с этим суд считает, необходимо дело слушаемым отложить. Так, давайте согласуем с адвокатами договора. Я обратился в суд с иском относить честь и достоинство деловой репутации, поскольку считаю, что и убежден в том, что компания, развернутая в отношении меня, главой города Серпухова, ставит своей целью дискредитировать меня в общественно-политической плоскости, учитывая то, что через две недели начинается избирательная кампания на выборные должности в Московской области, включая избирательную кампанию губернатора Московской области.